Аутизм Расстройство психики, которое имеет широкий спектр и у каждого ребенка, проявляется по-разному. Это состояние влияет на жесты, движения, речи и реакции. Не все дети, больные аутизмом, имеют какие-то физические признаки этого. У большинства он начинает проявляться в возрасте от года до двух лет. Во многих странах мира проводятся мероприятия, конференции и просто встречи, направленные на поддержку детей с расстройствами аутистического спектра и их близких. Россия, конечно, не исключение. Так, при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан, Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции Росток и Научно-исследовательской лаборатории комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра КФО прошла вторая всероссийская конференция «Аутизм. Мы вместе». Организаторами выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Казанский федеральный университет и специальный детский сад для детей с расстройствами аутистического спектра «Мы вместе». Ключевой темой стал вопрос о перспективах и особенностях развития практик, социализации и интеграции детей с рас. Вообще, в принципе, сегодня работа с людьми с ментальными нарушениями, она очень широко обсуждается на всех уровнях. И на федеральном, и на региональных уровнях принимаются различные программы. Но я по опыту своей работы вижу, что люди, еще родители, они мало информатизированы о том, что же может получить семья, где растет такой особенный ребенок и куда он может обратиться за помощью. 14 декабря, в день старта конференции, перед ее участниками выступил проректор по внешним связям КФУ и сопредседатель оргкомитета Тимирхан Альшев, который отметил особую важность работы ВУЗа над созданием комфортной и доступной среды для людей, страдающих нарушением нейропсихического развития. Ключевыми целями встречи коллег стали установление профессиональных контактов, обмен результатами научных исследований и практического опыта в сфере психолого-педагогической и медицинской поддержки детей с аутизмом и их семей, а также расширение возможности межведомственного взаимодействия системы образования, здравоохранения, общественных, государственных и коммерческих организаций. Наша основная задача, безусловно, приносить пользу, вносить свой вклад в развитие детей здесь, в республике Датарстан, работать с детскими садами. Очень приятно, что сегодня в аудитории большое количество у нас и заведующих, и воспитателей, и тьютеров, которые по вседневно сталкиваются с проблематикой. Я уверен, что в рамках конференции будут обсуждены основные вопросы, будут представлены наши наработки детского сада. Такие встречи становятся идеальным пространством для диалога между учеными, практиками, представителями исполнительной власти и родителями детей с расстройствами аутистического спектра. В рамках пленарного заседания были подняты актуальные научные вопросы об атеологии, патогенезе и патогенезе, эпидемиологии, ключевых клинико-психологических и психолого-педагогических особенностях детей с этим заболеванием. В дополнение обсудили разработку пути решения взаимодействия коррекционных и инклюзивных моделей образования для детей с иным видением мира. Конечно же, проблема – это не только Республика Датарстан в работе с детьми, но и Приворского федерального округа, и, наверное, всей Российской Федерации, потому что количество детей с аутистическим спектром растет, количество дошкольных общеобразовательных учреждений не в той мере достаточно. И вот эти предложения, которые поступают в рамках конференции, сегодня очень актуально собралась вся Республика и Россия подключаются. На сегодняшний день в Республике более 30 тысяч детей с различными видами нозологий. То есть они отступают от норм поведенческих, педагогических, психологических и, увы, физиологических. И этих детей настолько много, что необходимо новое направление – в здравоохранении, в образовании, в психологии, в педагогике, для того, чтобы понять, как их сопровождать. В течение нескольких дней активно будут работать четыре секции в формате пленарных заседаний, мастер-классов, где родители и педагогов обучат психолого-педагогическим технологиям в практической работе с особенными детьми. Будут обсуждаться важнейшие проблемы – улучшение условий социальной мобильности детей с расстройством аутистического спектра. Работа секции направлена на поддержку и сопровождение семей, где воспитывается ребенок с нарушением нейропсихического развития. Местом проведения станет специальный детский сад «Мы вместе». Действительно, мероприятие очень важно в контексте того научного направления образовательного, которое развивает наш университет. Значит, у нас работает детский сад, в институте психологии образования действует соответствующая лаборатория, которая финансируется за рамки программы «Приоритет-2030». Детский сад получает большую поддержку от Республики Татарстана, является одним из методических центров для детских садов Республики Татарстан, в которых обучаются, воспитываются дети с расстройством аутистического спектра. Сегодня 50 детей в детском саду, 70 семей находятся на сопровождении. Педагоги и психологи со всей Республики изучат современные методы подготовки детей с расстройством аутистического спектра к обучению в общеобразовательных учреждениях, а также стратегии воспитания детей с нарушением нейропсихического развития. Карина Саяхова, Валерия Карташова, Никита Киншин. Универновости.